Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 75. Псалом этот ода Богу, внушающему благоговение. Настоящая лекция, как и многие другие, записывается в Сретенском монастыре и опубликуется на сайте экзегет.ру. Согласно 75. Псалму, грозный Бог побеждает в битве врагов Сиона. Автор Псалма восхваляет Иерусалим, где Бог правит как царь-победитель. Существует разное мнение относительно того, какая именно военная победа могла лечь в основу данного гимна. Псалом просто пропитан разными образами сражения. В нем упоминаются и стрелы лука, щит, и меч, и брань, мужи силы рук своих, колесница и конь. Поэтому истоки его происхождения ищут в какой-то важной, значительной для Израиля битве, в которой были разгромлены враги. Такой основой для победной песни могла быть одна из побед Давида над филистимлянами, вал-пирацами, над муаветянами, идумеями или сирийцами. Но все же, рассматривая разные точки зрения, можно согласиться с теми исследователями, которые говорят, что самым распространенным в современных толкованиях является мнение, что данный псалом воспевает поражение ассирийского войска под предводительством царя Сеннахерима около 700 года до Рождества Христова. В пользу этого говорит надписание псалма по септуагинте, где, к слову, «песнь» прибавлена об ассирийце в единственном числе. Следуя литургическому значку «села», псалом можно разделить на три части. В начале псалма воспевается живущий на Сионе Бог, который сломил оружие врагов. Затем следует гимн восхваления Бога как победителя в сражениях и судьи всего человечества. Псалом заканчивается призывом предложить дары, страшному Богу, принести ему подарки. Основная идея второго стиха облечена форму параллелизма. В Иудее люди знают Бога, и в Израиле они его превозносят. Как в Иудее, так и в Израиле, а в этом мы можем видеть указания, на южное и северное царство еврейского народа, ну, то есть на разделенное царство, в которых существовал народ после Соломона. Итак, и там, и там Бога имя известно и почитается. Его имя пользуется урожением даже среди язычников, благодаря его славе как победителя над врагами Израиля. Начало премудрости по книгам Ветхого Завета – это не любовь Господня. Начало премудрости – страх Господень. Нами сейчас любовь воспринимается как категория удовольствия. Человек, который любит, он переживает какие-то приятные чувства. Тот, которого любят, испытывает на себе приятный взгляд, дарит подарки, уважение превозносит, не замечает недостатков. Мы воспринимаем любовь в каком-то таком романтическом контексте. Это когда вот все хорошо. Все хорошо, все хорошо, я это знаю. Но с точки зрения библейского богословия любовь Божия и страх Божий, они идут в параллель. Потому что тот, которого любят, боятся потерять. Хорошо бы, чтобы наши семейные люди тоже это понимали. Что тот, которого ты любишь, это тот человек, которого ты боишься потерять. А не ожидаешь от него, что он тебе кофе-постиль принесет. И так, с точки зрения Ветхого Завета, отношение к Богу начинается с позиции страха. И я бы сказал бы больше в отношении наших теперешних дней и в том числе нашей христианской веры хорошо было бы, чтобы у нас было побольше страха Божия. А то у нас как-то с пренебрежением относятся к Исповеди, покаянию. Ах, не согрешишь, не покаешься. А что батюшке говорит на Исповеди? Ведь тяжелых грехов не совершаю. А в основном потому, что не вижу, не обращая внимания. А почему? А потому что Бога не боюсь. И вот эта Ветхозаветная мудрость, что страшно, ежели в пасти в руки Божии, проходит мимо нас. Мы как-то забываем учение древних святых отцов, что не только мы за праздное слово всякое дадим ответ перед лицом Божьим, но о том, что тесны врата и узок путь. И не всякий спасается. И более того, есть те, которые приходят на брачный перащу и не в брачных одеждах, и изгоняемы бывают вон откуда из церкви. То есть они вроде как присоединились к обществу спасаемых и говорили, Господи, Господи, но в ответ услышат, не знаю вас, отойдите от меня. И дальше страшное слово по Евангелию. «Проклятии в огонь вечный». Итак, кто оказывается проклятыми? Те люди, которые крещеные. Итак, страх и любовь. По апостолу Павлу любовь изгоняет страх. Там, где есть любовь, там нет уже места страху. Действительно, когда мы любим Бога, то мы не столько пугаем всего, как начальника, сколько благоговеем перед ним, как перед отцом. Отца мы не боимся. Мы можем сказать ему все, все, что на душе, открыть ему свое сердце. Мы знаем и мы уверены в том, что отец нам не повредит. Он не желает нам зла. Но возникает вопрос, а можем ли мы говорить о том, что мы отца, земного нашего отца или небесного, должны бояться. В дореволюционные традиции воспитания детей страх перед отцом прививался с младенчества. Страх, который ведет к уважению. Сел отец за стол обеденный, взял ложку в руки, и только после этого приступают к перемопище сыновья и дочери. Сейчас папа пришел вечером в девять, уставший, голодный, все дети уже давно поели, никто его не ждет. Жена занимается своими делами, говорит ему, эй, ты там на кухне в холодильнике сам себе разогрей, мы уже поужинали. Мол, нечего опаздывать. А то, что он вкалывал целый день, это не принимается во внимание. Он опоздал. Жена назначила ужин на 5.30, он пришел к 9, опоздал, ешь холодное. Так вот, нет страха перед отцовством, нет благоговения перед отцовством, а отсюда возникает противоположность, нахальство. И что часто мы в подростковом возрасте встречаем, дерзость. Па, купи мне велосипед. Ну, купи мне велосипед. Сын даже не спрашивает отца, а заслужил ли. Он просто требует наглым образом. А когда отец говорит, слушай, ну, а что я тебе должен покупать велосипед? Ну, Па, ну, купи мне велосипед. Ну, у всех есть, а у меня нет. Вот такое потребительское отношение. Почему? Потому что сын не боится своего отца, не благоговеет перед ним и не уважает его. И вот если бы мы рискну предложить в детстве, лет этак в 3-5, прививали уважение к другу, я имею в виду родители, прививали уважение к детям по отношению к другому родителю. Ну, например, Саша, слушайся, что мама сказала. Ну, как ты можешь и не послушать? Ты что, не боишься, что она расстроится? Ты что, не боишься, что ей будет больно? И в этом случае мы можем прививать страх не перед самим отцовством и материнством, а мы можем прививать страх той боли, которую может причинить ребенок своими дерзкими поступками или непослушанием. С точки зрения Ветхого Завета, повторюсь, страх – это положительная категория. Страх воспитывает человека, воспитывает почтение, уважение, выставляет приоритеты и нужную иерархию. Благодаря страху устанавливается порядок. Есть еще одно такое выражение из апостола «Начальствующего, вроде твоим, не злословь». Салим – это древнее наименование города Иерусалим, которое использовалось еще до того, как город завоевали евреи. Между словом «салим» и понятием «мир» – «шалом» на иврите есть прямая связь. Именно поэтому, вполне возможно, греческие переводчики употребили слово «мир» в переводе второго стиха. Шатер Бога находится на горе Сион, который в Иерусалиме. Хотя шатер служил в первую очередь образом местопроживания, дома, жилища, но в военном отношении здесь мы можем увидеть указания на лагерь, воинский штаб. Оттуда, из Иерусалима, из своего жилища, Бог сокрушает стрелы лука, или точнее по тексту – горящие стрелы. Горящие стрелы, быстрые стрелы – это смертельные стрелы. Помимо следующих вполне определенных типов оружия – щита и меча – в одном ряду появляется какое-то неизвестное для нас оружие с номинованием «брань», «битва», «мельхома». Вполне возможно, что данным словом кратко были обозначены все другие виды вооружения, которые обычно применялись на сражениях. 5-й, 10-й стихи. Бог славный, или точнее, мы бы сказали по тексту, великолепный, сияющий, исполненный света. Он могущественнее гор хищнических. В последней фразе речь идет не о том, что горы сами по себе являются хищными, а о том, что горы являются местом охоты, и умелый охотник в горах получает добычу. Такую же добычу ищут себе в пропитании в горах и хищные звери. Лев, рыкая, ищет, кого проглотить. Если за образом хищников, приходящих с гор, стоят враги, следовательно, автор псалма желает подчеркнуть, что эти хищники сами становятся добычей для более могущественного, чем они Бога. От наступления Бога вражеские солдаты были парализованы страхом, ошеломлены, они потеряли сознание, стали неспособными к сражению. Я сейчас не готов сказать, какое именно слово стоит на фоне, но там могут быть два слова по логике вещей. От взгляда Божия, когда он на них посмотрел, и от наказания Божия. Вот как только Бог, так или иначе, так сказать, себя стал проявлять, тогда затрепетали, пришли в смятение кони-всадник. Так, вероятность всего. Хотя слово «воздремали» намекает на сон, но, скорее всего, здесь речь идет о том, что враги пришли в ступор, оцепенели. За образом колесницы и коня, скорее всего, стоит идея всадника и коня, поскольку еврейское слово «колесница» с разными гласными может означать и понятие всадник. Крепкие сердцем – это отважные солдаты врагов. Их оружие и личные вещи стали добычей победителей. Те, кто победил их, забрали у храбрых солдат все, что у них было. Побежденные погрузились в сон, то есть стали мертвы. Нескладное выражение «не нашли все мужи сил рук своих» означает, что вся сила их и умения оказались бесполезными. Они не смогли использовать свое оружие, либо из-за парализирующей их страха, либо потому что были убиты прежде, чем смогли сопротивляться. В 8-10 стихах Бог восхваляется, как судья всего человечества. Выражение «ты страшен, и кто устоит» внушает страх и трепет. Все люди боятся тебя. Ни один человек не может противостать Божьему гневу. Никакая оппозиция против тебя не устоит. «Земным жилищем Бога является Иерусалим, но вершит он дела человечества с небес. Его суд – это неотвлеченное взвешивание фактов на весах правосудия. От имени бедных и беззащитных, то есть угнетенных, он активно вмешивается в дела людей и не только выносит приговор, но и приводит его в исполнение». Для обозначения суда в 9-м и 10-м стихах используются два разных еврейских слова. Суд – как юридическое осуждение, и суд – как закон, право и утверждение. Но сути дела это не меняет. Как пробил час суда, Бог взвесил аргументы сторон и решил в пользу угнетенных. Спасти всех угнетенных земли – вот какова цель небесного суда. Некоторые могут сказать, что упоминаемая здесь земля в 10-м стихе – это указание на землю израильскую. В таком случае трактовка псалма сводится до мысли, что Бог спасает всех угнетенных израильтян. Однако с христианской точки зрения предпочтительнее толковать понятие земля расширительно. Бог восстал на суд, чтобы спасти всех угнетенных людей в мире. Мы с вами затронули непростой вопрос – вопрос интерпретации. В 10-м стихе сказано «спасти всех угнетенных земли». И действительно, здесь камень претновения и соблазна в отношении того, к какой линии интерпретации мы идем. Слово «эрец», которое стоит в исходном тексте, «земля» по-русски, древними, да и современными израильтянами понимается не в нарицательном смысле, а в конкретном указании на землю израильскую. Это «эрец» – «израэль». То есть «земля» – «израильская» или просто «эрец» – это как бы одно и то же. Вот всего лишь одно слово, но оно меняет все в отношении нашего толкования данного псалма. Потому что с таким подходом тогда угнетенные – это не просто угнетенные люди, которые живут в Парагвайе или в Конго, а под угнетенными понимаются исключительно угнетенные израильтяне. И, следовательно, Бог мыслится как их личная собственность. Есть другие народы, у них другие боги. Есть наш народ, с ним наш Бог. То есть в этом случае вопрос принадлежности к Богу – это не просто вопрос того, что любой человек из любой нации может уверовать в Бога. А в таком случае такая возникает очень националистическая трактовка, что Бог нас сам избрал, а другие народы – они ему не угодны. Все. Только мы. Только мы. Он наш Бог, мы его и точка. Все. Другие народы не имеют части с нами. Они могут нам служить, вместе с нами сослужить, но они не могут никак нас заместить. В этом случае, конечно, когда апостол Павел говорит о том, что не тот иудей, который от обрезания, но тот иудей, который по духу и подобные выражения идут в разрез, задевает за самое живое и больное, что было и, к сожалению, есть в, собственно, проиудейской трактовке ветхозаветных текстов, которые воспринимаются как тексты израильского народа для израильского народа и исключительно посвященные истории Израиля. А остальные народности и спасаемые, они вот по стоку-по стоку присоединяются. Вот всего лишь одно слово. Стих 11 на языке оригинала выглядит туманно. Напрашивается мысль, что здесь речь идет о том, что угнетенные люди будут хвалить Бога за его суд по отношению к гневливым поработителям. Каким-то образом Бог побуждает людей хвалить его еще больше. настается совсем неясным, как гнев людей может послужить совершенно противоположной цели прославления Бога. Остаток гнева – это враги, которые прошли через гранила Божьей ярости. Они выжили, и затем, как предполагает текст псалма, будут ему покорны. По еврейскому тексту он, Бог, остатком гнева буквально опояшется. По тексту Септуагинты остаток гнева будет совершать праздники о тебе. Если принять во внимание греческий перевод, получается совершенно идеальная картинка для израильтян. Избежавшие Божьего гнева присоединяются к еврейской общине и приходят к Богу на поклонение в праздники. По Септуагинте остаток гнева будет совершать праздники о тебе. По еврейскому тексту остаток гнева ты укротишь. Итак, если предположить, что остаток гнева – это оставшиеся после того, как гнев Божий обрушился на врагов, ну, то есть выжившие сражения, уцелевшие после какой-то мировой язвы, и потом пришедшие в чувства, уверовавшие в Бога Израиля, тогда получается так. По еврейскому тексту ты им опояшешься. Может нами трактоваться, как то, что вот эти народы, они станут вокруг Израиля. То есть, условно говоря, израильтяне на сегодня молятся Богу, а эти укращенные гневом Божьем люди, они начнут спокойно, с благоговением относиться к Израилю, но будет, так сказать, вокруг Израиля, во втором ряду, во втором ряду тех, кто почитает Бога. Но Септуагин-то вводит здесь совершенно конкретное остаток гнева будет совершать праздники о тебе, то есть будет буквально праздновать о тебе. И в этом случае мы видим вот некую трактовку в греческом тексте, связанную с тем, что вот этот остаток гнева придет к Богу на праздник. То есть, они станут соучастниками богослужения, соучастниками праздников Бога Израиля. Следовательно, еврейский текст, он в какой-то мере, на мой взгляд, более дистанцированный, чем греческий по отношению к окружающим народам. А в греческом тексте есть некая большая не то чтобы симпатия, но большее допущение меры участия языческих народов в праздниках Божьих. Псалом заканчивается призывом принести дары страшному Богу. Автор псалма обращается к народу, собравшемуся на богослужение в храме. «Делайте и воздавайте обеду Господу». Означает не только «давайте клятвы», но и исполняйте обеты, которые были даны в минуту опасности. Бог побуждает людей относиться к Нему с трепетом и благоговением. Он тот, кто достоин уважения. Его титулом здесь выступает слово «страшный». Дары приносятся буквально к страшному. Жертвоприношение для древних израильтян это жертвоприношение. Агнцы, козлы, волынки. Ну, была еще такая мирная жертва, когда приносился хлеб с елеем и вином. Мирная жертва. Но в целом речь идет о совершенно вещественных жертвах. И эти жертвоприношения, они могли обозначаться в псалтыре дарами. По 13 стиху он укращает, буквально уменьшает дыхание, останавливает поток воздуха, что может привести к прекращению жизни. В зависимости от буквального или аллегорического прочтения 13 стиха укращение можно понимать как лишение источника жизни, то есть у князей замирает дыхание или как усмирение гордыни гордых князей. Если взять во внимание последнее, тогда напрашиваются параллели со строками близкого по смыслу псалма. Увидели Бога цари и узумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука. Псалом 46. Упоминаемые в псалме князья это народные лидеры, правители или вожди, а не просто сыновья династических царей. Князья стоят в одном ряду с царями земли. Для тех и для других Бог страшен, когда спасает угнетенных земли. примечательной особенностью данного псалма является описание характера Бога. Для того, чтобы описать его качество, качество отношения к миру, используется серия титулов. Ведомый второй стих. Он открыл себе явно своему народу и присутствие с ним в храме на горе Сион. Он славный, Он купается в свете. Существительно от того же корня Ор стоит выражение Господь Свет Мой. Связь Бога с образом света проходит через всю Библию. Начиная с первого слова в гимне творения добудет свет и заканчивая словами Иисуса Христа Я Свет Миру. Следующий титул Могущественный Он обладает властью. Это слово используется для описания величия имени Бога во вступительной и заключительной строках восьмого псалма. И наконец Страшный Он внушает страх. В книге Второзакония Страшный является одним из титулов в длинном перечне разных эпитетов Бога. Господь Бог наш есть Бог Богов и Владыка Владык. Бог великий, сильный и страшный. Однако тут же во Второзаконии дается пояснение, который не смотрит на лица и не берет даров. Следовательно, Он потому страшный, что его невозможно подкупить. Он принимает дары благодарности, жертву хваления, но никакими дарами невозможно повлиять на его отношение к правосудию и восстановлению справедливости в мире. Продолжение следует...